Всем привет! Меня зовут Александр Гончаров, вы слушаете подкаст «Беседы на диване». Выпуск номер седьмой. Я, как обычно, скажу, что регулярность этого шоу не отличается, но тем не менее с какой-то периодичностью оно выходит, я не собираюсь его забрасывать, это всё равно интересный проект. Более что периодически набегает какое-то количество информации, которые я бы хотел выразить, а писать не очень охота, хочется как-то наговорить голосом. Ну и вообще, подкаст этот выходит, кроме того, что он выходит в iTunes, он выходит на канале «Евэп Дизайн» на YouTube. И мы вот в прошлом году записывали видео поздравления, как-то вот у нас получилось сорганизоваться, было больше свободного времени, мы там даже микроскетч умудрились снять, его встроили тоже в какой-то из подкастов. В этот раз у нас не очень получилось что-то сорганизоваться, как-то вот... Ну вот факт остается фактом, не получилось. Я даже не знаю, есть смысл как-то оправдываться, не оправдываться. Вот так вот было угодно судьбе, и я решил, что вот на мои хрупкие плечи это всё легло. Нужно мне вот этим выпуском «Бесед на диване» ещё и как бы поздравить наших зрителей и слушателей. Кстати, я прошлый выпуск, ну вот номер 6, который уже... Он вышел с видеорядом, и в этот раз я думаю тоже, что он выйдет с видеорядом. Кстати, на часах у нас... Сколько у нас на часах? Сейчас я скажу. 35 минут первого на часах уже 31 декабря получается. То есть я начал там... Ну, короче говоря, вот в ночь с 30 на 31 я это записываю. Уже по традиции я сижу на кухне в этот раз, уже записываю немного на другой микрофон. Не на беспонтовую гарнитуру, на которую я записывал на работе там 3 месяца назад. А уже вот всё-таки да. Звук должен быть значительно лучше. На привычном месте, на котором я записываю наш подкаст «Суровый веб», я пишу сейчас беседы на диване, практически на нашей северо-западной студии. Северо-запад — это такое неформальное название района у нас, Челябинске. По факту нет такого района, ну как бы, так сказать, муниципальной единицы северо-западной района. Есть Курчатовский и Калининский. Вот я где-то между Курчатовским и Калининским районом я как раз живу. Поэтому мне удобнее просто говорить, что на северо-западе. Так вот, и я думаю, что первую тему, которую я проговорю, это классический, так сказать, брифинг о судьбе проектов e-web-дизайна в ВДГеймс, потому что тут достаточно много времени проходит между каждым выпуском «Бесед на диване», чтобы, в принципе, рассказать о том, что же нового произошло в жизни этих проектов. Первонаперво я ещё хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. То есть, кроме того, что, я надеюсь, сам выход этого подкаста – это уже для вас. Поздравления с Новым годом, но я ещё дополнительно просто хотелось бы пожелать вам всем здоровья, счастья и побольше организации свободного времени. Так я неоднократно уже это даже слышал и сам ловил себя на мысли о том, и не на мысли даже, а просто на том, что я зачастую желаю людям того, что и сам себе бы хотел пожелать. Ну, кроме, знаете, когда есть ярко выраженное тут «что пожелать?» Человек руку сломал, и вдруг вот у него день рождения, ты ему, ну, желаю тебе, чтобы вот у тебя выздоровела рука, чтобы больше следующую руку ты уже не сломал. Или чтобы если сломал, то вот не так сильно сломал. Ну, кроме таких очевидных вещей, или если человек на пороге какого-нибудь важного экзамена или какое-то жизненное решение ему нужно принять, ты ему говоришь, вот, братан, крепись, сдай экзамен, чтобы у тебя всё хорошо было, чтобы ты сейчас этот жизненный отрезок преодолел, и прямо после этого у тебя нормально было. Вот когда нету таких каких-то ключевых событий, ты просто желаешь то, что у тебя в голове, и зачастую это именно то, что ты хочешь пожелать себе. Вот я бы, конечно, очень хотел себе пожелать намного более лучшей организации вообще всего времени, и рабочего, и нерабочего в новом году. Я считаю, это прямо вот одна из ключевых вообще вещей, которая, в принципе, она, вот, например, я, я очень часто нервничаю из-за того, что я вот неверно организовал как-то свой рабочий день, вообще вот какой-то кавардак в голове происходит, ничего не успеваешь сделать, вроде столько всего нужно сделать, вроде даже многое успеваешь сделать, но вот твой идеальный день, он, конечно, выглядел по-другому в твоей голове, и вот ты такой досадный тебе, ты не знаешь, что делать, как вот сделать, чтобы это не повторилось всё, и начинаешь нервничать. А от того, что ты начинаешь нервничать, уже идёт, так сказать, дополнительная какая-то на работе неуспехи, потому что ты нервничаешь, ты не можешь сконцентрироваться нормально там на выполняемых задачах, где-то косячишь, что-то не успеваешь делать, это всё копится как снежный ком, не дай бог в семейной жизни какие-то из этого могут возникать шероховатости, недопонимания и так далее. Поэтому я считаю вообще умение самоорганизоваться, оно является вообще сновополагающим в жизни, потому что тут по цепочке начинаешь нервничать, кроме того, что раздражаешь людей вокруг, ты ещё и болеть начинаешь, потому что у нас многие болезни от нервов, иммунитет от нервов падает, поэтому я свои затянувшиеся поздравления закончу. Побольше вам всем, друзья, организации свободного времени, не только свободного, любого времени, потому что это прям вот, это большой дел, это обязательно нужно делать. И вернусь к тому, что вот каждый подкаст «Беседы на диване», кроме каких-то реально личных тем, каких-то там, ну то, что нас ещё ждёт сегодня впереди, я рассказываю о судьбе проектов Europe Design и VD Games, и я специально переслушал предыдущий свой подкаст, я обычно так не делаю, но в этот раз я как-то решил просто ответственнее подойти. Я послушал ту часть, где я говорил про Europe Design и VD Games для того, чтобы посмотреть вообще, а вот то, что я обещал, это произошло или не произошло, реально хочется как-то в динамике это всё наблюдать, как заболевание. А эти наши проекты, они мне тоже иногда напоминают какие-то заболевания психологические, психические. Так вот, нужно… Я говорю о том, что мы собираемся сделать страницу на Патреоне, вот-вот-вот-вот собираемся вот-вот сделать, и действительно мы её собирались сделать ещё с лета как минимум. Ну почему собирались? Потому что много людей просило это сделать, то есть это не то, чтобы это моя личная идея, хотя вот из какого-то русскоязычного комьюнити, то есть я видел Патреон-страницу XDelate, это чуваки, которые делают ролики про игры, они начинали с Варкрафта, сейчас они уже не только Варкрафтом занимаются. Так вот, я видел их страницы на Патреоне, у них там даже какое-то приемлемое количество патронов, не то, что там 1-2, ну какой-то вполне осязаемый, это здорово, я могу только ребятам, если вдруг кто-то кто-то, они меня послушают, или кто-то из вас знает, вы им передадите, и они меня послушают. Я вам удачи желаю, у вас очень хорошее начинание, я тоже смотрел ваши ролики, сейчас, конечно, меньше смотрю, сейчас просто вот меньше свободного времени на всякое такое, а так-то в целом вы делаете реально крутой контент, он качественный, он интересный, вообще это стоит того, чтобы стать вашим патроном и так далее. Так вот, ну вот я знал о том, что вот есть Патреон, что бывают даже в принципе какие-то реально истории, вот русскоязычные, в которых вот всё удалось и всё хорошо, вот, поэтому, когда вы мне уже писали нам в комментариях, что сделайте, ребят, пацаны, страницу, друзья-друганы, свои пацаны, сделайте страницу на Патреоне, я понимал, что да, ну почему бы и нет. Ну мы как-то долго тянули, не могли придумать, какие награды для вас приготовить, какие цели выделить из этого всего, потому что в конце концов на Патреоне есть две модели, то есть вам платят деньги за каждый месяц, так сказать, подписка, либо вам платят деньги за каждый кусок контента, то есть условно говоря, если вы набираете 600 долларов в месяц, то вы там начинаете делать что-то. Ну, в общем, я видел много зарубежных успешных примеров, кстати, вот действительно много их вот в YouTube уходит, ну в смысле, что много людей, создателей на YouTube, они на Патреоне собирают на каждый ролик, то есть грубо говоря, вот там, вот этот постмодерн джукбокс, который делает типа джазовые такие, блюзовые каверы на популярную музыку, ну и не только на популярную, на разную музыку. Вот Скотт Брэдли зовут, да, или Бродли, я не помню, не буду сейчас даже одновременно гуглить, в общем, Скотт, который его делает, чувак на пианино играет, вот в какой-то момент его девушкой была Робин Адель Андерсон, которая, она же была у них вокалисткой на проекте, ну много песен исполнила даже, прикольно, молодец. Вот у неё, она после того, как они расстались, видимо, она отпочковалась, стала делать собственный проект абсолютно той же направленности, она делает джазовые, блюзовые каверы популярных песен, и она на Патреоне собирает на это денег, она собирает на каждый ролик, то есть она прям вот типа 600 долларов за ролик, каждый месяц там, или сколько это, если патроны донатят ей 600 долларов, то один ролик в месяц выходит. Если вдруг так получается, что ей 1200 прилетает в месяц, она делает два ролика, то есть вот я так понимаю, вот в таком аспекте у неё это получается, и у неё реально там, она, там на Патреоне есть возможность скрыть, какое количество денег ты зарабатываешь, только оставить количество патронов, а патроны, они уже там, ну в зависимости от награды, они бывают разные, там двухдолларовый патрон, или там 500-долларовый патрон, это всё в зависимости от того, какую награду они выбрали. В общем, мы таки сподобились и сделали страницу на Патреоне, ну а ссылки все есть в описании, ну и наверняка, я думаю, многие, кто слушает сейчас подкаст на eWebDizign канале, вы в курсе, что уже есть эта страница на Патреоне, мы её, так, я её не сказал, потому что сильно навязчиво форсим, но чуть-чуть форсим. У нас уже 18 патронов, и я буду надеяться, что это количество возрастёт, вот опять же, в следующем выпуске я вам уже сообщу, сколько их вот в следующий раз будет, я не знаю, когда выйдет восьмые беседы на диване, может быть, это будет март, может, февраль, может, январь, может быть, вообще следующий декабрь, тут невозможно как-то это всё предугадать, мне досадно от того, что невозможно, но тем не менее, это факт, предугадать, к сожалению, нельзя. так вот, ну, мы там даже придумали интересные награды, то есть, ну, реально, там, кроме базовых, типа, там, за 5 долларов вы получаете, один раз вы получаете два наших стикера бесплатно в подарок, и первые наборы мы отправили в первых числах декабря, и уже почти все их получили, я так понимаю, то есть, в течение декабря, в январе мы ещё вот отправим, там, у нас, ну, новые патроны появились, каждый один раз хотя бы получит, вот, за 5 долларовое патронство они получат от награда, ну, там, за 20, за 50 долларовое патронство можно поучаствовать вообще в записи нашего подкаста, непосредственно предложить какую-то тему, и свою же тему вместе с нами обсудить, то есть, это возможно, это здорово, я искренне надеюсь, что появятся и такие люди, хотя, конечно, вот покупательная способность у нас на постсоветском пространстве крайне низкая, поэтому мы это добавили скорее как, как просто, ну, какую-то вероятность, вдруг появятся люди, которым это интересно, мы, мы даём им возможность появиться, так скажем, поэтому все, кому интересен наш проект, вы вполне можете стать нашими патронами на patreon.com.ashewebdesign и, ну, вы не останетесь без внимания, то есть, там, там, там действительно, это интересная метафора, хотя нас многие спрашивают, а зачем вам вообще Patreon, почему вы просто там свою сбербанковскую карточку не выложили, или вам бы не кидали денег. Ну, это можно действительно, потому что Патреон, он берет свои комиссии тоже определенно. Я, если честно, так и не понял, какой процент он берет. Ну, мне как бы пока и... Ну, пока у нас там не набралось столько денег, чтобы еще вникать, много ли мы теряем на комиссиях и так далее. Я просто для себя подумал, что вот они там настолько прикольно все сделали, то есть, там это все копится, эти счетчики, это показано, практически такая геймификация, что мы готовы отдавать им вот эти деньги комиссионные за вот эту метафору, за то, что это вот не просто неприкрыто, ты подходишь, передаешь денег человеку, он практически вот с протянутой рукой сидит, ты ему приходишь, даешь денег, так сказать, ну, на тебе, на твою бедность получай там, работай, что-то делай и так далее. Нет, здесь это вот прям настолько непошло и прикольно сделано, что мы готовы, так сказать, на это пойти, тем более, что мне почему-то кажется, что вот от такого подстегивания, что вот когда человек просто кидает денег на карточку, интересно, блин, я вот единственный, кто кидаю или нет, а сколько вот надо кидать как-то вот, возникают такие вопросы со смущением связанные, типа, блин, а вдруг я единственный, ну, не, не буду лучше кидать, а то что я один буду кидать, как лох. Вот нет, на Патреоне видно, сколько еще лохов есть. Извините, конечно, я вас лохами не хочу назвать, но просто, да, это смешно. Сколько еще других таких же друзей, друганов и своих пацанов есть, которые вот там 5 долларов занесли, 2 доллара или 10, и это подстегивает занести дальше, типа, блин, я буду вот одним из первых, а я там был в первой десятке, в первой двадцатке патронов, там, только благодаря мне пацаны поднялись, там, и так далее, то есть, наверное, это интересно, да. Еще я один выпуск назад рассказывал про email-рассылку, я говорил о том, что вот, типа, буду делать email-рассылку, так до нее руки и не дошли, есть и плюсы, ну, то есть, есть положительная динамика какая-то, что вот, Патреон-страница действительно появилась, есть и отрицательная, email-рассылка не появилась, и ну, вот, ну, вот нету пока времени этим заняться, хотя, наверное, времени-то нужно не совсем много, тем более, вот этот плагин, который у нас там используется, vpmail.smtp, smtp, он, наконец-то, вышел из беты, он там у него, он лет, наверное, пять был в бете, примерно, как PUBG играл, вот это PUBG, но она тоже очень долгое время была в раннем доступе, и Dota 2 была тоже, типа, в бета-версии, хотя в нее уже несколько лет все играли, но вот это вот бета была. О, у меня холодильник заработал, я не знаю, насколько его слышно, но поскольку я на кухне сижу, я ничего не могу с этим поделать, а я сейчас записываю на всенаправленный микрофон, поэтому так или иначе какой-то фон, наверное, будет, хотя, вот да, я его просто выключу на момент записи, я, в конце концов, не так долго еще буду записывать, поэтому ничего там не испортится в холодильнике, главное не забыть потом включить. Вот, имейл и рассылка еще ждет своего часа, посмотрим, посмотрим. Ну, вообще, про проект e-web design больше чтобы нечего сказать, кроме того, что, я это, правда, сказал еще в прошлом выпуске, и напомню, что самая большая движуха, пока, вот пока нету много времени этим заниматься, будет происходить в телеграм-канале. Я, кстати, вот в октябре там было, типа, 500 человек, насколько я помню, ну, я говорил, что это, типа, 500 человек, 500, 500, 500, не знаю, как правильно, и сейчас их там уже 1240, то есть, больше, чем в два раза вырос канал e-web design за эти три месяца, и это вдохновляет, это прикольно, я очень надеюсь, что через еще выпуск будет, будет еще лучше. Кстати, я, когда был в отпуске в Таиланде, я решил, что, вообще, телеграм мне был интересен как таковой, и я решил попробовать заняться еще одним каналом, он называется Warcraft по-русски, ну, t.me slash Warcraft, нижнее подчеркивание, рус, естественно, латинскими буквами. Это такой просто маленький каналчик, в котором я выкладываю свои рассуждения про вселенную Warcraft, про то, как там развиваются события, про, соответственно, про игру World of Warcraft, немного про игру в Hearthstone, который во вселенной именно Warcraft происходит, там, в общем, там много интересных новостей по этому поводу, можете тоже подписаться, я, причем, я даже, честно сказать, я прошу вас на него подписаться, потому что, вот будет там 800 подписчиков, сейчас на 193, вот я просто открыл на компьютере параллельно, вот будет там 800 человек, отпишитесь, хрен с ним, уже будет не так заметно. Вот хотя бы до 800, если вам не жалко, посидите там, можете его замьютить, понятное дело, то есть, чтобы вам не приходили уведомления, но хотя бы для количества посидите, ну, это вот такое, в зачатке этот проект находится, очень хочется, чтобы он куда-то дальше пошел, а для этого количество все равно как-то вот важно. так что, в принципе, вот, ну, какие-то проекты все равно, какими-то проектами все равно хочется заниматься, несмотря на то, что я здесь практически вам тут уже каждый выпуск жалуюсь, но нет, все равно, так сказать, какая-то творческая импотенция еще меня не настала, и чем-то заниматься все равно еще хочется. В следующем, ну, наверное, неплохо было бы рассказать про ОВД Геймс, потому что, ну, раз это блок, так скажем, новостей про эти два проекта, я три месяца назад рассуждал о том, интересно, будет ли у меня, даже не три, ну, пусть будет два с половиной, два с половиной месяца назад я рассуждал о том, что, интересно, буду ли я спробовать стримить один и так далее, несмотря на то, что, забегая вперед, я, хотя вы это и так знаете, следите, с Никитой мы все еще стримимим вместе, и я бы с удовольствием никогда это вообще не забрасывал, то есть это очень интересный экспириенс, это прям вот, ну, это здорово, это как вот в детстве вместе там приходить, поиграть, там, что-то поговорить, пошутить, это круто, тем более, что вы, наши зрители, привносите в этот процесс еще больше удовольствия, и, ну, это весело, это реально весело, и вот, да, я действительно несколько стримов один записал, я не знаю, не помню сколько, но что-то порядка, наверное, шести-семи стримов по Эликсу я как раз записал, я про Эликс говорил вам тоже в прошлом выпуске, что это новая игра от Piranha Bytes, которая должна была выйти 17 октября, я тут выпуск записал 12 октября, вот 17-го должен был выйти Эликс, он действительно вышел, и игра, ну, она неплохая, я не буду здесь сейчас говорить о том, что, не буду делать обзор на эту игру, просто это, ну, мне кажется, это будет неинтересно в рамках именно вот такого личного подкаста, а вообще, а вообще она действительно неплохая, 9, 9 стримов, оказывается, было, и одному стримить мне тоже нравится, это немного отдельный опыт, я не хочу вот что-то говорить, типа, там, я тяну дьявола на себя или что-то ещё, но одиночный стриминг, он интересен тем, что ты полностью сам определяешь, так скажем, звучание, как вот будучи музыкантом, всегда есть тот человек в группе, который определяет звучание, и хорошо, если это не продюсер, если это не тот самый человек с деньгами, который заходит к вам в студию там или на реп-базу, и говорит, чуваки, вот надо делать так, хорошо, если это кто-то из реального коллектива, так вот, в сольных стримах ты определяешь, так скажем, своё звучание, ты определяешь, как ты общаешься с аудиторией, насколько ты придаёшь этому значение, насколько ты отвлекаешься на чат, ставишь ли ты веб-камеру и чат непосредственно в поток, или ты их где-то фоново читаешь, другие люди это тоже читают на соответствующих площадках, там общаются между собой, но никто этого не видит на самом потоке, а на самом потоке видно только игровой там процесс и так далее. Вот с этим всем интересно экспериментировать, и когда ты один, ты можешь все эти форматы безболезненно, что называется, пробовать, не боясь запороть вот общее дело, что называется, поэтому мои личные стримы, они в любом случае будут намного более экспериментальными, они и были экспериментальными, и будут, чем то, что мы делаем вместе с Никитой, там мы делаем какой-то вот, ну, уже сформировавшийся продукт, и он нам нравится, нам нравится работать в таком формате, это здорово. А вот в личных, да, я буду пробовать что-то другое, я уже пробовал ретро, то есть там, по-моему, было раз-два, 8 летсплейчиков хокуса-покуса, это старая такая досовская игра, да, я это еще не стримами, я это летсплеями записал, но я планирую ретро-стримы, да, я сразу скажу, причем вот сейчас на ВДГеймсе 1309 или 1370, что ли, подписчиков, ну, короче, 1300, и вот я очень хочу дождаться, ну, нескольких тысяч, чтобы их было больше, и постримить реально свои любимые игры, те игры, которые, вот, мне кажется, мне есть что сказать русскому Ютубу в отношении вот стриминга этих игр, то есть несмотря на то, что их уже много кто стримил, все в них играли и так далее, я вот считаю, что, может быть, это немного как-то высокомерно, самодовольно, но вот я действительно считаю, что мне есть что еще нового привнести в стриминг или летсплеинг таких, этих игр, что я могу как-то вот это по-новому, чуть-чуть по-другому сделать, и это будет по-прежнему интересно, потому что смотреть очередной 100-миллиардный стрим по PUBG, по PUBG или там по Counter-Strike, ну, это интересно только если ты реально какой-нибудь там какая-то одиозная личность, известная, вот, так скажем, известная с другими заслугами, а если ты хочешь стать топ-стримером и стримишь Counter-Strike, наверное, шансы-то есть всегда, понятное дело, что это все зависит от подачи, от удачи, вообще от того, как звезды в тот день сложились, выстроились, но это значительно сложнее, чем вот какой-то самобытный контент. Поэтому, да, Никита тоже с тех пор уже начал свои соло-стримы, он, ну, он сконцентрировался вообще на другом типе игр, то есть вот то, что он играет, я в эти игры даже не играл, которые он проходит, ну, кроме там вот разве что LA Noire он проходил, я не знаю, прошел его или нет, по-моему, еще нет. Вот, да, в него я тоже пробовал играть, и я не помню, по какой причине почему-то у меня не сложилось, то ли это еще было на поза-поза старом компьютере, у меня все это жутко тупило, тормозило, не переносило абсолютно никакого удовольствия, то ли просто что-то я на что-то переключился, и так LA Noire остался незамеченным, что называется. В общем, вот надо, надо завязывать с новостями VD Games и ее дизайна, хотя 25 минут, практически половина моего прошлого выпуска я вот потратил на эти два проекта, но я хочу верить, что вам все равно это интересно, потому что эти проекты, они большую часть моей жизни занимают, если вы мой личный подкаст слушаете, то так или иначе вам тоже наверняка интересно и про эти проекты слушать, потому что это уже тоже часть меня, я уже себя вот без них вообще не вижу, хотя все это началось не так давно, в 2014 году, но вот именно мой сознательный, так сказать, творческий период, он как раз вот с этих примерно годов и начался, а до этого была такая безудержная юность, которая абсолютно ничего созидательного под собой не несла, а только, так скажем, разрушительная, поэтому я бы ее даже вот не расценивал. В следующем я в верстке у себя здесь написал, я, кстати, вот когда переслушивал предыдущий выпуск, я там тоже говорил много слова верстка, и вот когда я в первой, первая моя ассоциация, когда я слышу слово верстка, это все-таки именно верстка в веб-дизайне, ну верстка сайтов, а я-то имею в виду радио и телеверстку, то есть у профессионалов медиа, у них есть вот это слово, которое означает примерный хронометраж, ну и темки, вот, так сказать, последующего эфира. Вот, поэтому я имею в виду в том, в той заметке, у меня это все в iCloud заметках записано в этот раз, в той заметке, которая называется «Беседа на диване номер 7», вот следующая тема у меня рассказать про такой проект, «Надежда Тефи» он называется, я с удивлением для себя обнаружил его на YouTube, ну, опять же, как, это было неизбежно, потому что первым, у них вышло уже два выпуска на момент записи седьмого выпуска «Бесед на диване», и первый был с Сережей Мезенцем, о котором я тоже уже говорил и в прошлом выпуске, и, наверное, говорил в подкасте «Суровый веб» неоднократно, он был их первым гостем, поэтому так или иначе мне YouTube это прям посоветовал, и, возможно, даже он сам в Твиттере поделился этим выпуском, я тут точно сейчас уже и не вспомню. В общем, ребята с телебэкграундом или с радиобэкграундом, я как-то даже и не вник, но, в общем, они типа профессионалы этого дела, они решили делать вот такой качественный проект на YouTube, интервью, видимо, они на волне успеха Дудя решили тоже, так сказать, заявить о себе, сделать несколько громких и интересных интервью. Вот. В первом выпуске их было трое, две дамы и парень, а вот вышел второй выпуск недавно, неделю что ли назад, и там уже одна дама отсеклась, причем я даже рад, что она отсеклась, она была какая-то токсичная, желчная, и ничего созидательного в тот проект, на мой взгляд, не приносило. Но, опять же, вот это абсолютно такой случайный взгляд со стороны, поэтому я даже не знаю, стоит ли это вообще расценивать, я не профессионал, я просто вот как потребитель того контента, у них, чтобы вы понимали, у них вот первые 2% контента – это небольшое ввод, обсуждение, типа вот мы решили позвать такого-то человека, они там сидят в какой-то студии и вот рассуждают о том, что вот они решили позвать этого человека. Потом идет само интервью, и потом в конце еще чуть-чуть обсуждение, типа вот они сами тоже, ну вот кто-то из них, кто-то из них сразу говорю, берет интервью, и потом в конце они все обсуждают, ну слушай, вот да, ты молодец, ты правильно задал там тот вопрос, а вот тут вот ты не дожал, видно было, что типа гость не до конца раскрылся вот на этом вопросе, и вот мог бы там дожать и так далее. Это интересный формат, то есть это не просто интервью, это интервью еще, так сказать, разбор полетов автоматически в одном выпуске. Ну вот в первом выпуске та дама, которая отсеклась, она вот только в этом разборе полетов поучаствовала, ну и как бы, ну и да, и она что-то очень прям вот раскритиковала своего коллегу, вот ты это не так спросил, то не так спросил, ну и видимо как-то вот решила она не участвовать в этом всем. Вот они остались вдвоем, и первый выпуск там как раз вот парень, по-моему, Саша Васильев, его зовут, он взял интервью Сережи Мезенцева, интервью получилось интересно, я не могу сказать, что оно было прям блестяще, особенно с учетом того, что опять же Сережа сказал, что он там не выспался, там опоздал он и вообще, то есть ну все это было скомкано и не так подготовлено, как хотелось бы, поэтому да, понятно, что ну как бы конечный продукт тоже немножечко это, пострадал из-за этого. А вот второе, второе интервью было с Туттой Ларсом, вот оно вышло как раз 6 дней назад, и сейчас я посмотрю, кто же взял это интервью, как зовут эту даму, то есть, ну их две, о них там в описании указано было, кто из, их имена, Ксюша Нежданова, вот Ксюша Нежданова, ее зовут, она взяла интервью с Туттой Ларсом, такое, то было мужское интервью мужику мужика, а вот здесь женское интервью, женщина у женщины, и вот это интервью с Туттой Ларсом, оно прям мне взорвало мозг вообще вот на тот момент, когда я его посмотрел, я прям в первый день, как оно вышло, я его посмотрел, там 50 минут было, ну там 47, и меня это прям вот, Туттой Ларсом, кто не в курсе, она прославилась тем, что она была ВиДжеем на русском MTV, начала 2000-х, на том самом MTV, которое вот мы все смотрели, которое так или иначе, вот для меня тоже сыграло очень большую роль в том, что я люблю американскую культуру, я ею пропитан в каком-то отношении, она меня воспитала и так далее, вот тот самый русский MTV, начало 2000-х, он, конечно, в этом сыграл вообще не последнюю роль. Доподлинно известно, что это все как бы сугубо субъективно, в том смысле, что, короче говоря, вот всегда вот нейробиологи, там специалисты, типа там Сергея Савельева, они говорят, что вот вы воспитываете, не воспитываете там своего ребенка, ну очевидно, что воспитание играет большую роль, так называемые социальные инстинкты закладываются и так далее, то есть если чеченца воспитывают чеченца, он будет бегать с автоматом, ничего больше не уметь, а если его будут воспитывать академики какой-нибудь Российской Академии Наук, причем вот не академики-чиновники, а академики-академики, которые действительно умные люди, хорошо волокут, так сказать, в науке, шарят, то это будет два разных человека, вот эти два чеченца вакууме, они будут действительно разные, то есть социальные инстинкты, они играют определенную роль, но кроме этого есть еще такой момент, как вот шел ты, у тебя там в какой-то момент выработалось много там половых гормонов там и так далее, ты вкусно поел плотно, хоп, тебя что-то отщелкнуло там, ты в кино увидел там, по телевизору, на улице кого-то услышал, и вот у тебя образовались нужные нейронные связи, которые просто вот абсолютно случайно там у взрослого человека там 10 связей в день образуется, 10 рвется там, особенно во время сна, например, часто бывает, проснулся и тебя осенило что-то, это потому что вот во сне у тебя образовались там эти нейронные связи, и действительно вот до того, как ты уснул, ты не знал, как поступить, а тут проснулся и для тебя все это стало ясно, как божий день. Так вот, тот вот этот момент осенения, тот момент инсайда или инсайда, ну озарение, короче говоря, он случайен, он абсолютно не зависит от того, как много тебе там вдалбливали мамы, бабушки, папы в голову, что там пить это плохо, курить это плохо, а потом ты пошел в кино, увидел, как смачно кто-то курит сигару, у тебя в этот момент образовалась связь и все, и ты, у тебя всегда будет, так скажем, комплекс, что ты хотел бы вот посидеть около камина красиво, в красивом там шелковом халате покурить сигару, да, то есть это, нельзя этого исключать, это, к сожалению, судя по всему, это действительно так, поэтому я не могу сказать, что вот именно прям вот меня этот MTV воспитал и так далее, но вот какие-то связи, видимо, образовались, то есть я действительно много смотрел MTV начала 2000-х, тут Аларсон там была вот одна из VGF, и причем она была довольно-таки эпатажная, то есть она яркая была, у нее была там мужская прическа, там постоянно разный цвет волос, там она такая была прям вот, ну не в бровь, а в глаз она, но при этом она была достаточно профессиональна, даже вот на тот момент она была еще там молодая, сейчас ей там 42 или около того, а тогда ей было вот там 26, как мне сейчас, да, 26, 27 мне будет скоро, и она уже тогда себя вела профессионально, у нее там, ну опять же, вот это и из интервью, она тоже говорит, вот там у нее были Red Hot Chili Peppers в гостях в студии, она там вместе с нами, со зрителями охреневала, что, блин, это же там звезды мирового уровня, а вот они здесь в моей студии, и как бы одновременно был и мандраж, но и то, что там, ну это твоя студия, это твое шоу, она там это контролировала, она действительно брала у них какие-то интервью, что-то спрашивала, и ну вот это, конечно, меня погрузило вот в ту эпоху, у меня очень много ностальгических мыслей, вообще я тоже в том, в прошлом выпуске я же говорил, что я, похоже, если бы был суперменом, ну если бы был супергероем каким-то, я был бы ностальжи-мен, вот это интервью с Туте Ларсен, оно у меня очень большое чувство ностальгии во мне вызвало, я прям вспомнил, как это было, когда я вот смотрел MTV тех годов, это было прям прикольно, здорово, и ну короче говоря, просто меня в воспоминания погрузило, но и действительно, вот этот проект Надежды Тэфи, посмотрите, если интересно, это такая облегченная версия Дудя, более наивная, более, так скажем, камерная, менее пафосная, менее голливудская, несмотря на то, что как бы вот гости-то тоже там не бомж Вася и не продавец с пятерочки Петя, а все равно такие состоявшиеся, вполне интересные люди, Тута Ларсен, Сережа Мезенцев, не знаю, кого они дальше позовут, но мне реально интересно наблюдать за этим проектом, я вот просто с вами поделился о том, что такой существует и вдруг вас заинтересовал, вы тоже там посмотрите, послушайте, оно прикольно, оно прикольно, я, кстати, вот у себя в Твиттере тоже уже про них делился, может быть, кто-то и в курсе, но здесь тоже посчитал нужным вот об этом сказать. Следующая тема у меня это рассуждение о том, что вот, я вот посмотрел, кстати, Надежды Тэфи, и вот несмотря на то, что вот у них два выпуска вышло, да, у них там сколько сейчас, тысяча подписчиков на Ютюбе, тысяча, то есть это прям вот меньше, чем у нашего УВД Геймса, и вот выпуск про Сережу Мезенцева, у них набрал 59 тысяч просмотров, ну, это неплохой результат, действительно, а вот выпуск с Тутой Ларсен всего 1,7, то есть меньше, чем наш подкаст «Суровый веб», хотя, ну, где они и где мы, да, то есть у нас все равно там какие-то 25 тысяч подписчиков-то есть, это еще у нас, получается, мало набирает по сравнению с ними, потому что у них тысяча подписчиков и 1700 просмотров, а у нас 3000 просмотров и 25 тысяч подписчиков, ну, у нас специфический, конечно, контент, что говорить, то есть это, его не так просто смотреть, как вот какие-то интервью, но у них, несмотря на то, что у них всего два выпуска и тысячи подписчиков, у них очень качественный контент, то есть он, у них хороший монтаж, у них арендованные студии, они, конечно, наверное, это не очень дорогие студии, но они хотя бы заморочились за то, чтобы арендовать студии, там правильный свет, там интересный интерьер, ну, интерьер там не столько, ну, как бы это вот не квартира, это не на коленке заснятое говно, как у нас это все происходит, я достаточно самокритичен в этом отношении, ну, реально, по сравнению с их контентом у нас просто тупое говно, у них и графика какая-то есть, есть джингл, есть вот, ну, реально, вот нам этого очень не хватает, и я многократно обращался через подкаст «Суровый веб» к нашей аудитории, просил, я готов даже вот за деньги, кто-нибудь сделайте нам за деньги вот эту вот графику, какие-то джинглы, займитесь нашей, так сказать, оберткой, мы с удовольствием вам заплатим денег, если это будет, ну, как бы, да даже не если, просто, если это будет хотя бы сделано, я благодарен всем, кто пытается, то есть нам многие люди пишут, да не надо никаких денег, сейчас я вам сделаю, и действительно что-то делают, и это даже интересно, но вот до конца, пока, к сожалению, ещё никто не доводил, и это печально, но, ну, я верю, что в какой-то момент, конечно, это до нас дойдёт, может быть, это уже произойдёт в тот момент, когда я там расквитаюсь с какими-то рабочими моментами, у меня станет побольше свободного времени, я просто сам это сделаю, всё займусь, это как в той поговорке, хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам, вот, видимо, в какой-то момент придётся сделать это самому, но вот у них, у них топ-контент, у них действительно качественно и здорово, и я даже вот посмотрев на него, подумал, нам вот в ювеб-дизайне тоже нужен микрофон-петля, наконец-то, хотя бы один, я не говорю уже о том, что там комплект петель и комплект бас вот этих вот радиобазы, да, которые там сзади на пояс вешаются, чтобы не по проводам это всё шло, а чтобы это беспроводные были микрофоны и так далее, вот, да, хотя бы, хотя бы что-то, с чего-то начать, мы купили одну петлю, причём тоже, вот если бы я сейчас уже это делал, я бы и то сделал по-другому уже, хотя, тоже вот это вопрос, мы купили петлю Shure MVL, мотив какой-то там, ну, короче говоря, конденсаторная всенаправленная петля такая, и у неё распайка TRRS, тип Ring Sleeve, то есть четырёхконтактный, как у гарнитуры, да, телефонный, то есть два канала на вывод стереозвук, один моно-ввод, то есть микрофон, и один просто заземление, да, я не готов вам сказать сейчас, по-моему, заземление, это четвёртый контакт, вот, она такая распайка, но два канала, которые на вывод, они пустые, то есть, ну, по-моему, микрофон, в нём динамиков нет, он ничего выводить звук не может, но ввод у него именно вот на, как раз на рукаве, на слив в контакте, а кончик и первое кольцо, они пустые, то есть там нет контакта, нету, так сказать, звука, и за счёт этого он просто вставляется в айфон, определяется, грубо говоря, как гарнитура, ты можешь в него говорить, и он, ну, я, кстати, сейчас прямо на него записываю, сами можете оценить качество, я без какого-либо дополнительного предусиления просто воткнул в айфон и стандартным приложением диктофон пишу, есть, кстати, приложение шурмотив, которое как раз для этих микрофонов сделано, я почему-то решил записать на стандартный диктофон, в следующий раз запишу на шурмотив, с этой петлёй интереснее, чем вот с этим студийным конденсаторным здоровым микрофоном, потому что я вот сижу спокойно сейчас на кухне на стуле, машу руками, смотрю по сторонам, просто говорю, как говорится, и, ну, ты не так напряжённо сидишь, как когда ты сидишь вот с этим микрофоном в наушниках, там, прям слушаешь сам себя, тебе хочется, тебе, ты не можешь, у тебя шея затекает от того, что ты говоришь, там, прямо в него и так далее, поэтому, да, с этим микрофоном действительно удобнее, но из-за того, что он распаян по TRRS, ты не можешь его уже воткнуть просто, ну, в нашу звуковуху, выделенный вот этот M-трек, потому что там распайка, во-первых, там даже не мини-джек, а большой джек, да, ну, на минуточку, хотя, ну, это можно приобрести просто переходник, да, с мини-джека на большой, но кроме этого, там TRS, там просто, так сказать, три контакта должно быть, именно, ну, просто микрофон и всё, и с этим проблемой, его туда нельзя уже воткнуть, такая же проблема у нас возникла с GoPro, вообще-то мы его покупали ещё и для того, чтобы снимать видосы на GoPro и не было вот этих вот, ну, не было встроенного GoPro-шного звука, потому что встроенный GoPro-шный звук – это просто жесть, это худшее, что может быть, вообще, звукорежиссёра GoPro надо просто подвесить на тарзанке за яйца, причём каждое яйцо за отдельную тарзанку и скинуть с Ниагарского водопада, потому что встроенный звук в GoPro – это худшее говно, которое можно было сделать, и я понимаю, почему он такой, то есть она водонепроницаемая, соответственно, микрофонные мембраны, они, видимо, за плёнками, за какими-то находятся, или я не знаю, как там это реализовано, короче говоря, звук как будто ты в жопу себе засунул микрофон и оттуда записываешь, вот ровно такой, я не знаю, я не проверял, мне даже друг не рассказывал, что будет, если в жопу засунуть микрофон, какой звук, но вот я думаю, он именно такой и будет, поэтому мы его покупали ещё и в первую очередь для того, чтобы на GoPro записывать видосы с нормальным внешним звуком, чтобы ещё не бояться её трогать, шоркать там по ней и так далее, и не оглушать вас там или нас, когда эти сети шорканье, они записываются прямо на микрофон, это ужасно, это просто вот худшее, чем может быть, и он не подходит в GoPro, несмотря на то, что для GoPro ещё нужно купить отдельную приблуду, такая креновина, которая вставляется в USB Type-C, это внешний аналогово-цифровой преобразователь, потому что в GoPro нет аналогово-цифрового преобразователя, хотя, видимо, есть расстроенный звук, как-то пишется, но, видимо, какой-то не тот, потому что или там предусиления какого-то нет, я не знаю, но, короче, нужна вот эта приблуда за 4 тысячи рублей ещё отдельная, именно GoPro 3.5 microphone adapter называется, оно в USB Type-C вставляется, потому что туда тоже нужен TRS, не TRRS как гарнитура, а просто TRS-микрофон. И чтобы вы понимали, чтобы записывать именно видосы на GoPro, ты берёшь эту шурпетлю, её втыкаешь в переходник TRRS на TRS, этот переходник втыкаешь в переходник для GoPro, и его уже втыкаешь в GoPro, и через вот эту чудовищную комбинацию из 4 звеньев ты получаешь наконец-то внешний звук на GoPro. Но, судя по всему, даже это даёт какие-то сбои, потому что все бы видели, вот для двух последних стримов, мы для каждого стрима на VD Games совместно, мы записываем небольшое приветствие для канала UwebDesign, на котором вы сейчас можете этот подкаст наблюдать, мы туда записываем микро-вступление, 30-секундный, типа, приходите там прямо сейчас на подкаст, на стрим, мы стримим на VD Games. Всё, для того, чтобы часть аудитории пришла, кто не подписался почему-то ещё на VD Games, чтобы она пришла с нашего основного канала. И два последних ролика мы уже записывали на этот шур, и первый раз я ещё не знал, что он там, надо его втыкать как-то вместо TRRS через TRS, мы просто записали, ну, получилось без звука, не шёл контакт. Второй раз я специально перед этим на работе всё попробовал, всё сделал через эти 4 переходника, всё работало. Пришли домой, начали записывать, ни хрена не записалось. Потом, прямо во время стрима я проверил, записал, уже записалось. Почему именно в тот момент, когда мы записывали этот приветственный ролик, не записалось, хрен его знает. Просто вот судьба, видимо, такая, но смешно было, опять без звука этот ролик мы выложили, ну ладно, уже поржали, уже. Да тем даже и смешнее было, но тем не менее, первый раз это было реально просто мы не знали, а второй раз это какой-то странный технический факап, который даже от нас не зависел особо. Но, в общем, вот таким образом вот это шоу «Надежда Тэфи», оно прям вот повлияло на то, чтобы мы, наш контент стал тоже чуть-чуть более качественным. Мне хочется верить, что этот намеченный, наметившийся тренд, он не пойдёт вниз, а вот так и так и продолжится по возрастанию, потому что с хорошим оборудованием интересно работать, оно дополнительно начинает мотивировать делать что-то ещё, поэтому вот пишите в комментариях, как вам звук вот этой петли. Я думаю, более чем достойный. Тем более, я его всё равно буду прогонять через Ableton, компрессировать и так далее, чтобы не было там никаких пиков. Поэтому пишите, я думаю, что будет прям интересно. Дальше я хотел поговорить вообще о работе своей. То есть я на самом деле, ну вот на каких-то стримах, да, то есть на ОВД Геймсовских, мне периодически задавали вопросы, типа, Саня, расскажи вообще про свою работу, почему ты пошёл в поликлинику там и так далее. И я, ну как бы я урывками где-то говорил, а вот так вот по существу сесть и об этом поговорить, я не помню, говорил ли я об этом в пятом выпуске, в шестом точно этого не было, а пятый выпуск, я ещё совсем мало работал в поликлинике, я не помню, говорил я или нет. Но вот да, так или иначе, сейчас прошло вот где-то уже, ну год и год и два или год и три месяца. С 3 октября 2016 года я там работаю в должности инженера-программиста. И вот это, это моя первая работа в муниципальном бюджетном учреждении, которая, ну реально, то есть часть денег, она поступает из бюджета, часть денег идёт просто через государственный канал. Ну я сейчас расскажу чуть-чуть поподробнее. И, ну это, это не, это не моя первая работа в какой-то компании, то есть я не всегда фрилансер, я работал в каких-то компаниях тоже там и системным администратором, и просто программистом, там, и разнорабочим, что называется, и на заводе я успел поработать. Ну да, вот такой вот продолжительный опыт, это у меня вот, ну видимо, да, видимо, это мой первый продолжительный опыт вот такой корпоративной работы. И я вам скажу, она достаточно многое мне дала. Почему я сейчас об этом говорю в виде подведения итогов? Потому что вот уже я работаю в седьмой поликлинике, поликлинике в металлургическом районе у нас ЧМЗ, да? Ну ЧМЗ это название завода, Челябинский металлургический завод, он уже давно там переприватизирован сто раз и так далее. В общем, все этот район тоже называют ЧМЗ. Хотя как бы сам-то район называется металлургический. И вот седьмая поликлиника, на весь металлургический район было две поликлиники. Шестая, шестая вместе с больницей, со стационаром, и седьмая вот сугубо поликлиника, поликлиника. Изначально была одна медсанчасть на весь район, потом она разделилась в начале девяностых, так получилось, что вот именно наш филиал, вот то, что сейчас называется семеркой пока, бросили эту поликлинику просто, так сказать, на произвол судьбы. И благодаря там главврачам на те моменты она выстояла и даже вот стала, так сказать, процветающей. Потому что, во-первых, этот филиал, когда была общая медсанчасть, он был в основном тупо заводской. Это была заводская поликлиника, и то есть она даже не обслуживала участки на тот момент, когда еще до вот этого разделения. Она обслуживала только завод, и там даже все было вот заточено на то, чтобы была какая-то связь с заводами, со здравпунктами называют. Потому что на заводе тоже есть здравпункты, но это, считайте, фельдшера. То есть люди, которые там перебинтуют в случае чего, померяют давление, послушают и уже направят, так сказать, на госпитализацию или куда-то еще. Так вот, из-за этого поликлиника всегда была очень хорошо компьютеризирована. То есть там даже еще вот эти суперстарые компьютеры, которые там БЭСМ, МЭСМ практически, которые там целые комнаты за ним, вот они там тоже были. То есть у завода всегда было довольно-таки много денег, и они занимались компьютеризацией, информатизацией, и там было много старых программ, которые еще там в 90-е были написаны для связи с заводом, для автоматизации вообще всей работы. Персональные компьютеры тоже в поликлинике сразу почти появились, там в регистратуре это все стояло, еще матричный принтер, это жуткий гул, все это печаталось, и электронный документ оборот там велся прям вот очень давно. То есть там какие-то тестирования по экспертизе качества, оказания услуг проводились на компьютере еще в 90-е, там много всего было вот такого за счет того, что у завода всегда было много денег, и они вот все это дело автоматизировали, но тем более, что когда это речь идет о трудовом кодексе, о том, что там на заводе очень много вредности реально, нужен весь вот этот учет, есть такой приказ 302-Н, который утверждает, какие вредности, какие специалисты должны обследовать на эти вредности, каждый год нужно проходить профосмотр, потому что вдруг ты уже не пригоден к этой работе, тебя просто увольняют, что ты больше не способен работать там на кране, на высоте, потому что там, ты уже себе подорвал здоровье, и не дай Бог ты это сделал прям вот на производстве, тебе еще потом завод будет выплачивать типа пенсии инвалидные, потому что вот ты, работая на производстве, потерял там свое здоровье и так далее. Это всегда было серьезно, поэтому там был такой вот уровень компьютеризации, автоматизации и так далее. Так вот, а теперь опять происходит оптимизация в стране везде. Вот теперь происходит оптимизация здравоохранения, и седьмую поликлинику обратно присоединяют к шестой больнице. При этом на данный момент седьмая поликлиника полностью почти себя обеспечивает. То есть никаких бюджетных денег, кроме модернизации по 2011 году, там хорошее оборудование поставили, я уже многократно это рассказывал, локальную сеть протянули везде, то есть прям хорошую витуху восьмижильную везде проложили, коммутаторы хорошие поставили, там джуниперы 48-портовые, випнет-координаторы для шифрования, потому что это все защита персональных данных, ФСБшные випнет-координаторы, которые все это объединяются в большую медицинскую ведомственную сеть между всеми лечебно-профилактическими учреждениями, страховыми организациями. Там действительно интересную, крутую инфраструктуру сделали на 10-й сетке, 10-74 у нас по городу. И вот кроме вот этого, вот этих вливаний 2011 года, там еще 60 станций рабочих поставили, там такие беспонтовые мини-PC, которые прям прикручены к монитору, как бы как моноблоки только, ну не моноблоки, действительно мини-PC прикручены к монитору на Linux, и какие-то 60 принтеров Киа-Сера, беспонтовые такие настольные принтеры, которые уже через полторы тысячи страниц полностью выходили из строя, нужно было прям ремкомплектом чинить весь принтер, и стоило это прям по цене целого принтера. То есть они сейчас вот конкретно у нас в поликлинике, все кроме там двух или трех штук уже все списаны нахрен, потому что использовать их совершенно невозможно. Но это так, это уже просто к вопросу о том, что сама поликлиника из бюджета денег практически никаких не получает, вот кроме таких разовых каких-то эпизодов, а полностью работает на ОМС, то есть есть у нас обязательно медицинское страхование, ОМС и страховые компании, если поликлиники работают по ОМС, отчитываются по файлам персучета, то есть количество приемов, посещения, обращения и так далее, они выплачивают эти деньги, но это не бюджетные деньги, то есть это не город или там область, или федеральный центр тратит деньги, это просто поликлиника работает по ОМС и получает деньги от страховых компаний. Это такой налаженный механизм, это нельзя назвать бюджетными деньгами. Так вот, и кроме этого есть вне бюджета, то есть все, что происходит работа с заводом или там с другими какими-то предприятиями, которые покупают профосмотры, это внебюджетные поликлинические деньги, которые можно тратить по 223-му, по-моему, федеральному закону, я не помню точно его название, по-моему, 223-й федеральный закон, то есть там можно закупать, в принципе, уже все, что хочешь. По 44-му федеральному закону, за вот эти вот ОМС-ные деньги, ты реально, ну там есть проблема, например, Windows это не можешь закупить, потому что это не российское программное обеспечение, ты можешь закупить операционные там, ну ты даже в самом техническом задании, ты вот есть, допустим, принтер HP Pro 402, там, ДНЕ, хороший 400-й принтер, 402-й на данный момент, с гигантским ресурсом печати, он стоит 25 тысяч рублей, наверное, сейчас, я не знаю точно, загуглю даже прямо сейчас, интересно, ты не можешь просто написать заявки, мне надо HP 402 ДНЕ, ты можешь написать, что мне нужен лазерный принтер с частотой процессора такой-то, с объемом печати таким-то и так далее, и уже компании-подрядчики, которые будут этот тендер, так сказать, участвовать в нем, они будут пытаться тебе самое дешевое дерьмо продать, которое соответствует твоим характеристикам, вот это по 44-му закону так происходит в закупке, поэтому, да, не все так просто, если интересно, я об этом могу подробнее рассказать, напишите в комментариях, сейчас не буду долго останавливаться, вот, а по 223-му закону можно купить хоть хрена лысого, ты просто пишешь, ты тоже это делаешь через специальные площадки для закупок тендерные и так далее, но они уже для 223-го закона чуть другие, и там больше, так скажем, по ослаблению, действительно можно просто указывать, мне на такой-то принтер, но нетрудно догадаться, что в небюджетных вот таких от коммерческой деятельности предприятий денег значительно меньше, поэтому тратит их руководство менее охотно, но их можно понять, потому что их можно всегда потратить как угодно, и поэтому вот с закупками, особенно там в наш отдел, ну, это отдельная песня, я ничего неплохого, нехорошего не хочу сказать, хотя нет, хорошее хочу сказать, вот в поликлинике у нас все закупается прям вот неплохо, хорошие последние компьютеры, на последних там корки там седьмого поколения, корки в смысле iCore 3, Core i3, Core i5, седьмого поколения там, Pentium G последние там тоже четырехъядерные, которые хорошие прям там, новые чипсеты интеловские, двухсотой серии там, сотой и так далее, то есть, нет, закупается нормальное железо, кроме шуток, даже вот принтерамы, все-таки вот эти 402 принтерамы выбили там с моим начальником, в смысле, что нам компании-подрядчики попытались куски говна поставить, какие-то киосеры, ну и мы там посмотрели, у них реально там уровень шума по нашему техническому заданию на 3 децибела не проходит, и частота процессора там на 20 Гц, ну и реально мы полезли в бутылку, сказали, ребят, не подходит то говно, которое вы нам прислали, переприсылайте другое, они нам перепривезли уже вот именно 402 принтера, ну потому что только они, вот мы ТЗ писали ровно под них, ровно под этот принтер мы ТЗ писали, вот выкрутиться никак, но опять же это хорошо, что мы проверили, а если бы мы не проверяли, то вот как бы так бы с говном и пользовались, и там SSD-шки мы закупали в компьютеры, писали 550 скорость чтения там, и 450, по-моему, записили типа того, но мы просто хорошие, да, которые полностью SATA 3, так сказать, интерфейс раскачивают, раздрачивают, хотел сказать, нам поставили китайское говно смарт-бай или смарт-трек, я не помню, и у них по бумагам скорость там 350, нету там 450, и мы говорим, блин, ребята, вот нет, ну ничего, компания-подрядчик как миленькая приезжала, выкручивала все SSD-шки, системников, и вкручивали туда новые, ну потому что, ну нам-то с этим работать в итоге, то есть мы так или иначе боролись за свое, за свой комфорт, то есть не то, что мы попытались просто их нагнуть, потому что могли, оно действительно, это имело какое-то значение, так вот, вся эта работа в поликлинике, она, во-первых, мне дала понять, как работают у нас бюджетные учреждения, я даже не могу сказать, что реально там одни минусы, нет, есть плюсы, есть, я теперь лучше понимаю, как это все устроено, даже вот я после этого уже бывал на почтах, и я даже вот на почте уже видел, вот всю бюджетность, все вот, что вот эти вот, это же техника одинаковая, как вот все устроено, как вот, есть плохое проявление бюджетной работы, когда люди просто работают вот в свое время, они не работают на результат, у них нет никакой мотивации, никакие проценты они не получают, там, от приведенных клиентов и так далее, они просто отрабатывают свое время, идут домой, как говорил Никитин батя, просто шляпу надевают в 5 часов, когда звонок прозвенел, что называется, и уже вышли, все, их не волнует, что там дальше происходит и так далее, вот это плохое проявление бюджетной работы, оно действительно имеет место, такие люди есть, но их не большинство, вот чтобы вы понимали, вот по крайней мере, вот в 7 поликлинике таких людей не большинство, их очень-очень мелкое меньшинство, особенно при предыдущем руководстве было, сейчас вот у нас присоединяют к шестерке, ничего не удалось сделать, даже письма Путина писали, но как бы да, это все, это можно тоже отдельной целой темой, я могу рассказать потом о том, как все это происходило с этими присоединениями и так далее, тоже такая суперинсайдерская информация, я надеюсь, она никуда не попадет, хотя опять же, я вот тоже писал письмо Путину, мы писали коллективно, я подписывался, так сказать, ну я писал его, так сказать, ну набивал руками, ну и придумывал, что написать, поэтому я подписался первой подписью, потом в результате еще и, так смешно получилось, что пока от Путина это все по инстанциям спускалось непосредственно до наших управляющих органов здравоохранения, уже отсеклось, что это коллективная жалоба, уже получилось, просто Гончаров пожаловался, ну нормально, это все, конечно, такое смешное, напишите в комментариях, у меня сейчас вот поток мыслей-то идет вообще, меня же не остановить, уже час, а я только третью тему говорю, а у меня их до хрена на самом деле, еще там порядка четырех еще, да, и в общем, вот работа в муниципальном бюджетном учреждении, она мне вообще дала понять, как у нас вот, как у нас устроены бюджетные, разные компании, не компании, ну вот со словом бюджетные, даже ничего кроме учреждений, не скажешь, бюджетные, вот бюджетные места, это очень полезный кругозор, мне прям вот пригодилось это, а что касается корпоративной культуры, то есть вот коллектив, я вот из десяти, я одиннадцать могу дать нашему коллективу, это реально дружная семья, которая вот все вместе работали, для того, чтобы вот работать, для того, чтобы был прям конкретный результат, особенно вот те отделения, с которыми мы плотно работали, то есть вот наш IT-отдел, регистратура, статистика, экономический отдел, бухгалтерия, такие полухозчасть, хозяйственная часть, то, что там связано было с электрификацией, с какими-то вот, с локальными сетями, с побочной аппаратурой, типа там телевизоров, там информатов и так далее, это все, блин, это прям, это очень была приятная работа, спасибо всем, если вдруг меня кто-нибудь услышит из моих коллег, это прям, я это буду всегда вспоминать с особым трепетом, потому что очень приятно было работать, все всегда друг другу помогали, не было ни одного эпизода, когда я к кому-то обратился, там, по медицинским каким-то вопросам, или даже по житейским, и кто-то мне отказал, ровно как и ко мне, когда обращались, конечно, где-то я помогал кому-то за деньги, если это требовало, ну, просто долгого вмешательства, если там несколько дней что-то делал, да, я помогал кому-то за деньги, но, во-первых, люди эти деньги сами предлагали, во-вторых, я, ну, просто, это была квалифицированная работа, и поэтому, ну, да, сам мне, кстати, тоже денег-то предлагал, но, видимо, не так сильно я напряг людей, и поэтому почти все от денег отказались, я сейчас не помню всех эпизодов, но, тем не менее, в общем, коллектив прекрасный, просто, вот, это, это первая компания, в которой у меня были такие полноценные корпоративы, причем корпоратива было два в году, то есть, один был на Новый год, вот, на двух мы побывали, и один был на День медика, летний, летний корпоратив, мы еще отдельно там на базу отдыха ездили, это прям, это было интересно, это было весело, это было здорово, несмотря на то, что я уже пять лет не выпиваю вообще, да, алкоголь, вот, это тот коллектив, с которым было весело и интересно, и без алкоголя, то есть, вот, действительно, это, это феноменально, и я, я рад и благодарен каждому из этих 500 человек, с которыми пришлось работать, это действительно большая компания, 500 человек, и, мне это дало вообще осознание о том, что, как вообще важно коммуникаться, в каком-то коллективе, как нужно вести себя с руководством, как нужно себя ставить, как просто, вот, ну, есть люди, которые там, они пеняют на низкую зарплату, но то, что их не хотят слышать там, начальство и так далее, и вот, и оно даже вот в нашем ЛПУ, в нашем, в нашей поликлинике, тоже я слышал от некоторых людей такие настроения, вот, нас не слышат, никто ничего не хочет делать и так далее, и, ну, я слышу про конкретных людей, вот такой-то начальник, там, не хочет меня слышать, не слышит, и, и вообще, я понимаю, насколько я с этим же человеком, о котором речь, о каком-то конкретном начальнике, насколько я нашел, наоборот, с ним общий язык, и, прям вот, я не могу ничего плохого про него сказать, прям вот, у меня опыт общения кардинальный наоборот, меня наоборот, слышали, ко мне прислушивались, и вообще, почему? Ну, потому что, в первую очередь, надо свою работу добросовестно выполнять, и реально люди это видят, то есть, вот, много, вот, не верьте все, кто говорят, что, хоть ты работаешь, хоть ты не работаешь, всем насрать, на протяжении всей своей жизни, я убеждаюсь, что нет, что если ты добросовестно что-то делаешь, люди это видят, в первую очередь, люди тебя просто начинают за это уважать, даже люди, которые к другим относятся плохо, ты понимаешь, они к другим плохо относятся, потому что, те люди недостаточно трудолюбивые, они там сплетничают, или что-то еще, то есть, говорят их за спиной, какие-то плохие качества свои показывают, и люди это видят, это нельзя скрыть, и вот, да, это все только из-за этого, поэтому я понял, насколько важно в коллективе просто вот, ну, что называется, хорошо себя вести, ставить себя правильно, просто выполнять свою работу, и от этого настолько здоровая атмосфера вообще в коллективе настает, вот, как в той поговорке, спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи, и потом, вот, не поверите, ты просто начинаешь себя чувствовать настолько уверенным, незаменимым в какой-то конкретной вот ситуации, что ты просто приходишь и говоришь, вот, мне надо больше денег, зарплату, потому что вот, да, и в этот момент тебе не могут отказать, потому что они понимают, что это действительно какое-то ключевое звено, это не гласно, это не то, что ты прям вот, там, достал, так сказать, свой козырь, с него сыграл, не прикрыто абсолютно, и сказал, ну, вы же понимаете, что без меня у вас тут все сейчас станет колом, и ни хрена не будет, нет, это даже не нужно именно так преподносить, это просто, оно будет витать в воздухе само, и, вот, я не знал, что оно так, а оно вот так на самом деле, это тоже для меня стало открытием, вот это то, что мне вот дала работа, в такой крупной компании, тем более в бюджетной. Отдельно хочется еще вот сказать о том аспекте, что, ну, кроме того, что это работа в бюджетном учреждении, в крупной компании, это еще и работа в здравоохранении, и это еще один, так скажем, большой пласт информации, который мне удалось получить, вот это кругозор, еще одна вот такая часть кругозора, которую мне удалось, что называется, расширить, потому что, ну, потому что, вот, я теперь понял, как это реально устроено, как у нас устроена бесплатная медицина, как она информатизирована, я вам скажу, что вот при Скворцовой, да, это наша нынешняя министра здравоохранения в стране, при ней реально стало круче, то есть, несмотря на то, что там можно много пенять на то, что там эти все вот программы, медицинские информационные системы, вот сейчас она Барс называется, да, ее написали в Казани, ее у нас внедряют тоже там компания Крок, которая в Челябинск-Сити сидит, и она неплохая, она достаточно быстро работает и так далее, но она не очень медицинская, то есть постановщики задач, видимо, как бы вот не совсем разбираются в медицине, не в том, как это устроено, но их за это нельзя винить, то есть это программисты, а кто им поставил задачу, хрен его знает, видимо, вот Минздрав так им об этом всем сказал, но вот Медик Плюс, который был до этого, он был, конечно, более медицинский, но он жутко тупил, он так плохо работал, поэтому даже и не знаешь, что лучше, хотя этот Барс тоже как бы периодически подтупливает, но он централизованный, то есть вот есть одна Oracle база, которая там, так сказать, на весь город крутится, и да, если хоть какие-то там перебои к ней доступа, то всё, медицина встаёт, так скажем, в регионе, в городе, и да, хотя, конечно, всегда есть возможность что-то доделать там вручную, сделать, понятно, что с пациентами всё равно работа будет произведена, но потом постфактум, конечно, всё это придётся учесть в системе и так далее, всё это дозаполнить, заполнить, и это реально круто, то есть я вот понял, что большое, большое, так сказать, число, ну, каких-то факторов, которые, вообще вот, что сделать, чтобы у нас в стране всё стало хорошо, вот тупо, не деклари, ну, я сам пытаюсь сейчас ответить на свой вопрос, не просто декларировать какие-то вещи, говорить в инициативе, вот надо сделать это, надо сделать то, а реально контролировать то, что говорится, что надо сделать, ну, вот тоже, даже тот же там Путин, да, даёт какие-то майские указы, или как там это периодически называется, и потом он через год или там через полгода уже там зимой подводит итоги, ну, вот типа, слушайте, да, вот не всё выполнено, ну, вот, чё же вот не уволить-то тех, кто не выполнил-то, или хотя бы как-то реально не наказать, я понимаю, что это очень сложно, реально наказывать тех людей, с которыми ты долго работал и так далее, потому что, как бы вот, старый конь, он хотя бы там борозды, да, не испортит, принято, ну, привыкли уже работать с какими-то конкретными людьми, они хотя бы хуже не сделают, но вот в здравоохранении всё не совсем, не катастрофически плохо, потому что там реально, вот, много подконтролирующих всяких органов, то есть, вот кроме того, что есть министерство в каждом регионе, региональное здравоохранение, есть ещё, вот конкретно у нас, у нас есть управление здравоохранением города Челябинск, это ещё один дополнительный орган, который просто проверяет, что все поликлиники и больницы, которые муниципального подчинения, они выполняют указы Минздрава. Почему не сделать просто какой-то отдел в Минздраве, который этим занимается, ну, непонятно, но вот, ну, хотя понятно, поликлиники все городские, здания принадлежат городу, поэтому город так или иначе является, а управление здравоохранением, оно именно в администрации города, и там, те, кто в нём работают, так или иначе назначаются там мэром, сити-менеджером, не знаю, как сейчас это называется, но вы поняли, городскими властями, городской администрации, и, ну вот, то есть, это сделано, потому что все здания, всё принадлежит городу, они не Минздраву принадлежат и не там федеральным центрам, не Москве, поэтому, так или иначе, все указания не пропускаются вот через городскую администрацию, как-то это тоже всё управление, но они реально контролируют хотя бы это выполнение, то есть, реально, они каждый раз новые письма присылают, снимают зарплату главврачей, потому что главврачи, они, так скажем, у них отдел кадров не в поликлинике, у них отдел кадров именно в управлении здравоохранения, поэтому, так или иначе, они замотивированы, и поэтому, поэтому что-то у нас в здравоохранении реально двигается, улучшается и так далее, то есть, если говорить про сферу образования, я тоже, так или иначе, сейчас в магистратуре учусь, в педагогическое именно, поэтому, прям вот это образование, образование, я в курсе, Там нет таких подконтрольных органов. Там всё зависит от ректоров напрямую, от того, насколько они, так скажем, сознательны, насколько они хотят там всё это делать, проверять, указы Министерства образования и так далее. Это всё не так, это всё происходит. И информатизация там, конечно, очень посредственная. Понятно, что здравоохранение более, так скажем, щепетильная тема, туда и денег больше вваливают, хотя это ещё вопрос чего важней. И там вот работа с персональными данными – это более щекотливая тема, поэтому её и контролируют жёстче. Но, тем не менее, я считаю, что в образовании есть куда ещё тоже подтянуться, и да. Пишите в комментариях, если вам какие-то… Вы хотите, чтобы я вещи рассмотрел более подробно. Меня со стороны как бы не так видно. А ещё я хотел поговорить вот про такую вещь, как книги про Челябинск. У меня вот тут жена заинтересовалась, на «Озоне» заказала пару книг про Челябинск конца 60-х, начала 70-х годов. Вот одна из них – это просто карманный путеводитель. Ну, там. Я его ещё не посмотрел, не почитал. А вторая книга называется «Десять путешествий по Челябинску». И она реально круто написана. То есть, там прям вот… Это десять тематических путешествий. Одно путешествие там по университетам, одно по заводам. Одно… Вот первое, я прочитал сейчас первое, оно… Ну, и мельком пролистал другие, а первое прям вдумчиво прочитал. Это историческое путешествие по историческому центру города, о том, как зарождалась Челябинская крепость там в середине 18 века, о том, как революционные какие действия в ней проходили, как город начал расти и развиваться вот до города-миллионника, которым он является сейчас, что его там вот во время революции два раза белые отвоёвывали назад, потом только уже пришла регулярная, так сказать, красная армия, и непосредственно его освободила уже до последнего. Откуда вот у нас в центре города есть там улицы Цвилингов, Блюхера, улицы Сони Кривой. А оказывается, это реально герой именно вот нашего региона, герой-революционеры. И это прям интересно было всё почитать. Уже прям вот я когда-то после этого уже прогулялся по центру, так мельком, мы с женой прям вот посмотрели. А-а-а, вау, это прям вот про это же было написано, вот она история. Это прям… Это интересно, это здорово было. Вот я дальше буду их читать. Если будут какие-то прям вот эпизоды, которые меня потрясут, ну кроме уже тех, что у нас здесь есть «Алое поле», оно на самом деле «Алое» оказывается от крови, то есть там большие сражения. Улица Красная рядом с «Алое поле» тоже это именно от того, что там были сражения, там зверски всех замучили и так далее. Площадь павших революционеров у нас есть тоже там. Много кого казнили, убили и так далее. Прям вот да. И даже как-то, хоть это, конечно, некрасиво звучит, что это завораживает, но это, блин, реально завораживает. Там фотографии старого города. Ещё оно так в таком советском стиле написано, с восхвалением, что если белые непременно бандиты, если красные, то непременно там доблестные там революционеры, там войны и так далее, прям так воодушевляюще написано. Молодцы, умели писать в тот момент. На хорошей бумаге было отпечатано, прям приятно такие книжки в руках держать. Ещё вот действительно из тех годов, которым прям по 40, по 50 лет уже. Я прям удовольствие получаю. Вот буду читать, буду, может быть, вас информировать, если что-то прям вот из ряда вон выходящее ещё попадётся. Хотел мельком сказать про новые «Звёздные войны». Я вот даже не знаю, делать подробный обзор или нет, может, ещё не все посмотрели. Поэтому вот я вам просто говорю о том, что у меня есть намерение сделать такое вот... Ну, просто поговорить про новые «Звёздные войны», поговорить о том, куда ещё движется франшиза. Но пока не буду. То есть в следующем выпуске, наверное, поговорю, когда уже это не такие спойлеры будут. Я не знаю, идут они всё ещё в кино или не идут, но я дам вам побольше времени, чтобы просто посмотреть. Последнее, что я хотел сказать, это вот ответить на пару комментариев, которые были. Парочка была на YouTube. Первый вот ДТед пишет. «Мне кажется, можно проще относиться. Например, не монтажить сразу и высыпаться, отложить на день, ссылки не сокращать или вообще без тайм-кодов. Это чтобы не терять интерес». Это к тому, что вот мы действительно серьёзно подходим к созданию подкастов, к их написанию. Хотя, кстати, я забыл сказать, с тех пор, как прошлый выпуск я записывал, мы подкасты уже пишем не сидя в одной кухне вместе, в моей, а мы их теперь удалённо пишем по связи. Ну, не по скайпу, по дискорду мы их пишем. Вот как раз для того, чтобы чуть-чуть попроще это было и для Никиты, чтобы не ездить потом в полусонном состоянии и не подвергаться, так сказать, угрозам. И вот, да, чтобы это как-то попроще всё происходило. Спасибо за... Продолжаю я его комментарий читать. ДТеда, два месяца назад это было написано. Ну, видимо, как вышел подкаст, так он и написал. Спасибо за подкасты. Приходилось заниматься YouTube-производством. Даже на небольшой ролик, скобках, запись, видеоряды и звука, работа со звуком, монтаж, сведение, рендер, превью в фотошопе, описание, теги и прочее, уходило куча времени. Кто никогда не занимался, так и не поймёт всего этого. Мне приятно, что это находит мои, так сказать, в кавычках жалобы, находит отклик в сердцах и в практике других людей, потому что действительно, продакшн, YouTube-роликов, это большое дело. Это, к сожалению, не так быстро и легко всё, как это кажется на первый взгляд. Поэтому их и не так много, как вот хотелось бы вам и нам. Но имеем то, что имеем. Спасибо за комментарии. Пишите. Я все действительно интересные какие-то и вопросы, и замечания я всегда буду озвучивать, потому что я не в последнюю очередь вообще решил заниматься подкастингом, потому что хотелось какую-то отдачу от людей получить, от аудитории, а тут аудитория как нельзя замотивирована на эту отдачу. Ещё комментарий с YouTube. Орленко Дмитрий пишет. Оставьте в эти видео уроки, этого и так полно в YouTube. Не для этого мы собираемся каждую неделю. Этого хватает и на работе, а здесь душа. Я также любил собираться и погнать с другом, когда учились в универе. То есть мне этого сейчас не хватает. Так что спасибо вам, ребята, что каждую неделю вы возвращаете меня в мой 2007. Спасибо, Дмитрий. Всегда приятно вот такие комментарии читать, которые прям... Ну реально, когда человек, у него это тоже находит отклик какой-то в душе, как вот у меня выпуск Надежды Тефи с Тутой Ларсен. Я реально прям вот вспомнил, как оно было, как это всё. И ради этого, наверное, стоит смотреть какой-то авторский контент, потому что он в тебе какие-то определённые эмоции вызывает. А по поводу видео уроков, ну, видишь, это necessary evil, что называется. Это то, что нужно делать, чтобы просто расширить аудиторию. А потом какая-то часть этой расширенной аудитории, она и твоим вот этим ламповым, ну не твоим, а моим в данном случае, нашим с Никитой ламповым контентом заинтересуется. И потому что, ну, всегда же хочется на максимальное количество людей нести вот это хорошее, доброе, вечное. Поэтому расширить аудиторию, популяризировать своё вот такое творчество, его помогают вот такие мейнстримовые вещи, как видеоуроки по веб-разработке. Поэтому, ну, их как бы сейчас всё равно нет. Но очень бы хотелось, да и просто мне, как педагогу по образованию, хотелось бы реализоваться как педагогу в том числе, чтобы реально мои ученики там превзошли меня во много раз, потом пришли и сказали, блин, Санёк, спасибо тебе. Если бы не ты, то мы бы никогда вообще не занялись там программированием, я не знаю, вёрсткой или чем-то ещё. И вот ты прям жизнь нашу изменил. Это приятно для любого педагога, когда вот так происходит. Если человек, педагог не радуется успехам своих учеников, а завидует им и там умышленно говорит, вот там, он зазнался, это плохой педагог, просто не настоящий, потому что любой настоящий педагог, он всё-таки радуется успехам своих учеников, и действительно это смысл своего жизни. Дальше комментарии уже с вебсайне.ру, где этот подкаст выкладывается. Влад Смирнов тоже пишет два месяца назад. Я считаю, да что там считаю, я уверен в том, что с проектом UwebDesign можно забыть о какой-то работе вроде поликлиники. Понятно, что быстро воплотить в жизнь это не получится, но это именно та штука, от которой вас с Никитой прёт и которой вы должны заниматься фулл-тайм. На самом деле, того, что нас с Никитой прёт от неё, это, конечно, тоже ещё вопрос. То есть, ну, действительно, это вот приятно этим заниматься, но вы же знаете творческих людей. Сегодня приятно, а завтра, наоборот, опротивило максимально, поэтому, наверное, это всё не постоянно. Такие вещи, как работа в поликлинике, она всё-таки более стабильная, и там текущие задачи. Ну, в общем, про поликлинику я сегодня уже всё сказал, поэтому это так, что, может быть, как бы и ответом был на этот вопрос, хотя это даже и не вопрос. Дальше читаю. Я, на самом деле, ещё в 2014-м ждал какого-то серьёзного шага в предоставлении комьюнити каких-то привилегий за энную плату слэш абонемент. Скорее всего, в скобках я подозреваю, вы недооцениваете свою аудиторию или сомневаетесь в стабильности такого шага. Потому что надо же жить на что-то, помимо этого записывать потест в какой-то дополнительной вехе, и ты говоришь, Влад, вы можете возразить. Вам нужна подушка на полгода. Быть может, пора собирать спешл донейтс на проект X, многоточие. Вот так или иначе, мы вышли на Патреон, практически как на IPO или ICO. И вот у нас сейчас 18 патронов, и там 73 доллара, что ли, в месяц. Ну вот, считай сам, как долго. Можно ли какую-то подушку вообще на полгода так собрать? Вот мы реально всем сказали. Все, кто хочет нас поддержать, пожалуйста, поддерживайте на Патреоне. Ну и реально. Раньше там что-то на Яндекс.Деньги кто-то кидал, на Пайпал, а сейчас в основном на Патреоне. То есть люди так или иначе, кто хотел поддерживать, они перешли туда. Но кто-то нас еще на стримах поддерживает, на YouTube-канал, вип-подписку оформляют, или в донаты просто напрямую кидают. Но да, пошли в Патреон. И вот тебе вся наша аудитория, 18 человек. Причем тебя, опять же, я не хочу там на личности. Тебя я тоже среди патронов не видел, поэтому вот это не укор, это просто реальность. Это очень сложно это сделать коммерчески успешным продуктом. Вообще вот моя любимая музыкальная группа, раз уж так зашло, я не помню, я, может быть, это говорил в каком-то из выпусков «Бесед на диване», когда-то где-то писал или говорил, кто там, так сказать, за мной пристально следит, может быть, в курсе. Моя любимая музыкальная группа – это Театр Трагедии, Theater of Tragedy, норвежская группа. И они начали свой путь в 1994 году, если мне не изменяет память, а закончили в 2010. В 2010 году, 17 октября, если мне память не изменяет, прошел прощальный концерт в Ставангере, в их родном городе, и они расформировались в тот момент. Я этот концерт купил на DVD, но на Blu-ray он не выходил, на DVD я купил. И они тоже, вот они оказали очень большое влияние на музыкальную индустрию в целом, особенно на какой-то роковый жанр, потому что очень многих музыкантов успешных реально слушаешь интервью, и им задают вопрос, какие коллективы на вас оказали влияние, и они многие называют Театр Трагедии реально. То есть это коллектив, который оставил след в музыке, но он так никогда и не был коммерчески успешен. Просто потому, что вот так вот, вот так устроена жизнь, и не все реально крутые вещи становятся коммерчески успешными. Это несправедливо, это хреново, но это, блин, жизнь. Поэтому, может быть, нашим проектам так и суждено остаться, вот, каким-то хобби, но вот будь, что будет, я от себя точно буду делать все, что, так сказать, возможно. Дмитрий Кобяков пишет. Отличный подкаст. Блин, вот вроде недавно были беседы на диване, и бац, уже больше полугода прошло. Ну, там мы с ним поговорили, что полтора на самом деле. Просто не верится. Спасибо за выпуск, очень интересная тема. Пожалуйста. По каждой хотелось что-то написать, высказать мнение, но под конец просто получаешь умиротворение, и вроде как, кроме слов благодарности, и написать нечего. Очень приятно слышать такие комментарии. Вообще, конечно, Дмитрий, ты ставь на паузу просто и пиши потом по ходу действия. Пиши где угодно, хоть в YouTube, хоть в вебсайне.ру, хоть мне в личку в Telegram, тоже в вебсайне можешь писать. У нас с тобой, так сказать, есть контакт, поэтому. Я думаю, если что-то прям вот возникло в голове, лучше напиши. Мне будет приятно. Ну, и я ему написал, что не полгода, а полтора. Спасибо за слова благодарности. Он пишет. Отдельное спасибо, что выложил подкаст тут и в виде этого плеера. Дело в том, что он продолжает работать даже при нажатии блокировки экрана, что очень удобно. А вот ютубовские приложения сразу замолкают при блокировке экрана, что для подкастов без видеоряда лишняя трата батареи. Обратил внимание на это, потому что слушал ночью перед сном, не смог заснуть. Очень интересно было. Ну, во-первых, этот подкаст, второй уже выпуск, который выйдет с видеоряда. Я искренне надеюсь, что вот 31 числа он уже будет прям на ютубе лежать. Я завтра утром прям займусь монтажом, рано утром. Сейчас просто уже сколько? 20 минут третьего, да, у меня на часах, да, 20 минут третьего, поэтому я, наверное, сейчас пойду спать, после того, как запишу, а потом утром займусь монтажом. Так вот, но вообще, да, это неприятно. Неожиданность для меня была с какой-то версией iOS или с какой-то версией YouTube. Нельзя его уже свернуть ни в какую. Ни в веб-версии, ни в приложении. Вот никак нельзя свернуть и продолжить его слушать. Хотя раньше, когда я еще учился в институте, из веб-версии можно было свернуть, ты сворачиваешь, он замолкает, но потом ты открываешь нижнюю шторку, контрол-центр, жмешь дальше на play, и он идет фоново тебе в уши, не разворачивая видео, а сейчас да. А я очень много контента слушаю именно на YouTube, какие-нибудь лайв-версии, поэтому меня это, конечно, бесит прям крайне. Поэтому да, я с удовольствием выкладываю этот подкаст и на в описании.ру в виде плеера, и в приложении подкасты можно это слушать в iTunes-овские там, или не в iTunes-овские, RSS-лента, ссылка тоже там есть у меня на веб-сайне.ру, можно подписаться и через Android-клиенты, и через любые другие, и слушать как подкаст, поэтому да, аудиоверсия тоже есть. В общем, вот подошел список всех моих тем к концу, седьмой выпуск тоже подходит к концу, я еще раз вас всех поздравляю, дорогие мои и уважаемые, с Новым годом, желаю вам всем счастья, здоровья и побольше организации свободного времени, композиция так закольцевалась, берегите себя, слушайте и смотрите нас, меня, это каждый из вас прям вот помогает мне дальше это все делать, творить, мотивирует меня, что-то делать, поэтому, и пишите обязательно комментарии, какие темы вам больше понравились, какие меньше, что было интересно послушать, о чем рассказать еще подробнее, может быть любой ваш фидбэк, это всегда радость для меня, это всегда честь, и спасибо, что даете мне возможность сделать этот проект, и спасибо моей жене, за то, что она меня в этом поддерживает, и тоже часто подпинывает, может что-нибудь запишешь уже, как-то это, там же люди ждут, что-то, я так думаю, да, надо же записать, у меня что-то, то да сё, в общем, это мой вам подарок на Новый год, вот этот подкаст, чем смог, кто подарил, что называется, никакого видеообращения мы в этот раз не записали, но я надеюсь, в будущем мы исправимся, увидимся, услышимся уже в следующем году, спасибо, что слушаете, подписывайтесь на меня в соцсетях, там в Твиттере, я не знаю, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме, подписывайтесь на Ювеб Дизайн канал и на канал Варкрафт Рус, удачного всем дня, услышимся, я не знаю, когда, когда-нибудь, в следующий раз, пока. Субтитры создавал DimaTorzok